...кональных республик, когда должны все ненавидеть, это на самом деле не так. Ну, будет сложно, сложнее, чем здесь, но, тем не менее, будем проводить эту кампанию, поскольку есть люди, и люди будут распространять информацию. Вопрос. Алексей, вот у меня достаточно такой длинный вопрос. Но вы же избиратель партии «Яблоко», у вас другого быть не может. Я не только избиратель партии «Яблоко», я вообще в «Яблоко» пришел, когда мне было 18 лет, и к нам приехал первый раз вообще оппозиционный политик, соответственно. Если немножко громче, если можете. Григорий Алексеевич Явлинский. Это было 17 лет назад. То есть это было в ноябре 1999 года. То есть у вас стаж «Яблочника» больше, чем у меня на год? Да, да, да. То есть я как бы из тех еще. Меня выгнали потом в 2003. Как и меня. Меня в седьмом. Меня в декабре прошлого года второй раз выгнали, так что... Еще можем, можем еще померить. Да, да, да. Ну и вопрос. Подожди. В 2011 году я тоже был на съезде оппозиции в каком-то подмосковном городе. Не помню, как он называл. Соответственно, там, где именно и придумали вот этот вот «Мент». Голосуй за любую партию, кроме партии «Жулик» и «Ворот». Последняя осень, ну... Да, последнюю осень. У меня еще майка там беленькая была. Много народу вопрос, если можно. Как Каспаров там ругался. Слушай, смотри, какой вопрос. В прошлом году к нам приехал Милов Владимир. Так же, как и ты, собрал 100 человек и рассказал, что партия «Парнафика» — классная партия. Ее поддерживает Навальный. Соответственно, Навальный в Москве набирает миллион голосов. И поэтому партия «Парнафика» пройдет. Через месяц приезжает Касьянов. Уже Милов ушел. Навальный ушел. Касьянов приезжает и рассказывает. Я такой крутой. Партия «Парнафика» крутая, потому что я крутой. И вообще мы все пройдем, и мы крутые. Ну... Соответственно, мы предлагали объединиться. Вот у Чуваших, то есть у нас были выборы в Государственном доме. Отдельно шли от партии «Парнафика». Отдельно шли от «Яблоков». Тоже... Вопрос, почему не можете объединиться, или почему вы все дураки? Нет. Или то и другое. Я отвечу, у меня есть ответ. Нет. Вопрос следующий. На самом деле, то, что мы делаем, и то, что ты делаешь, очень сильно влияет на людей. А вот. Я общаюсь с председателями региональных отделений партии «Яблоков». Ну, я их просто знаю по фамилии. Наука. Вот. И они кидают тебе деньги. Вот. И не надо думать, что как бы яблочники – это какие-то другие люди. То есть Рыжков выложил, соответственно, мое расследование. Шлоу, Рыжков выложил. Я знаю, я сам бывший «Яблочник» был. Рыжков выложил. Потому что яблочники – вот они какие-то, а вот мы. Нет. Я говорю про то, что я буду бороться за голоса «Яблочники». Смотри, мы все одни и те же. Просто мы все говорим об одном и том. Дуро лек, сед лек. Ну. Закон един для всех. А вопрос? Вопрос? Вопрос. Все ненавидят уже потихоньку. Вопрос, конечно, можно. Спасибо большое. Это важная вещь. Ну, естественно, да. Попробуй еще раз предложить. Потому что в последнее время очень сильно это все же говорит. Так я об этом и говорю, ребят. Ну, слушайте, я с кем-то говорюсь. Я все, что можно. Вова Милов. Классный парень. Ну, тоже непростой с характером. Он меня поддерживает. Но Ходорковский. Тоже человек со своими какими-то там взглядами. Поддержал меня. С кем я смогу договориться, я договорюсь и сделаю все возможное, обещаю. С кем я не смогу, я пойду на уровень ниже. Значит, я пойду к членам партии, к сторонникам и скажу, ребят, но я с ним не договорился. Давайте я вам объясню, почему я лучше. Я исхожу из того, что сейчас крепостных нет. Все хорошие люди. То есть вот этот принцип отменили, что вот ты там... Правильно. Что ты там сказал, выгнали. Крепостных нет. Как тебя, как я. Значит, я постараюсь уговорить всех. Яблочников голосовать за меня. Вопрос где-то был здесь. Да. Просто попросить не знаю. Нас будут ставить на комментарии, там, и доколай. А вы как думаете? А вы с нами как думаете? Ну, слушайте. Я сейчас больше всего как раз дел взял в ЕСПЧ по комментариям, по лайкам. Ну, это реально абсурд. Это самое главное. Это же даже не самое главное, но главное. Вот эта вся фигня с сожжанием людей за лайки и за комментариями, она и по экономике бьет. Это же не просто, там, политический произвол. Это не просто бред. И не просто цензура. Это еще вещь, которая разрушает структуру общества и структуру бизнеса. Потому что, если человек, он хочет построить завод, инвестировать, или, не знаю, палатку открыть, хот-доги продавать, но он понимает, что если кого-то посадили за лайки, то его точно посадят вообще за все, что угодно. Поэтому, конечно, нет. И все вот эти 282-я, все остальное будет отменено. Алексей, смотрите. Вот Гроки был. Нам всем нужна какая-то определенная идея. Мы должны знать, что будет в конце. А если все-таки они скажут. Мы вообще Алексея бы зарегистрировали, но он украл весь лес везде в России. И поэтому, к сожалению, мы при всей... Так они так и говорят. Что значит скажут? Я понял вопрос. Какой план Б? Короче, есть ли он... А, отличный вопрос. Значит, плана Б нет, и он нам не нужен. Потому что что такое идти с планом Б? Это я вам должен... Я стараюсь перед вами честно говорить, да? Потому что... Ну, я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, сколько раз я еще сюда приеду. Поэтому я говорю как есть. План Б это означает, что я сказал. Мы будем требовать регистрации. Я прошу вас, чтобы вы там год, год занимались этим. Потратили много часов своей жизни на то, чтобы топить, чтобы меня зарегистрировали. Но мы-то, при этом я буду подмигивать, понимаем, что вы потратите эти часы своей жизни зря. Меня не зарегистрировали, поэтому наш план Б выдвинуть... Не так, поддержать Явлинского. Ну, вы мне просто скажете, ну ты что, дурак? Ну, скажи как есть. Зачем план Б? А плана Б нет и не может быть. У нас есть право участвовать в выборах? Да, да. У вас есть право выдвигать кандидатов? Есть. У меня есть право по конституции. Какие-то сторонники, наверное, у меня есть. Какие-то люди в России считают, что коррупция это плохо. Все. Мне этого достаточно, и я никакого плана Б не хочу. Значит, мы идем для того... Мы заставим их меня зарегистрировать. Если мы действительно хорошо поработаем, будет нас много. Вопрос. От стримеров всегда самый стрёмный вопрос. Они спрашивают про гей-парады или еще что-нибудь такое. Мы стали президентом, прекрасно Россия была еще, и вам достался весь этот замечательный аппарат, который 17 лет... Помните, я сказал, что будет такой вопрос? Да. Ну, да. Объясняйте. Да. И вы в одном видео сказали, что вы быстро приведете их в чувства. Как вы быстро приведете в чувства? Что вы... Вопрос такой. Где вы возьмете некоррумпированных чиновников? Нет. Нет. Как я приведу их в чувства? Я легко приведу их в чувства. Помните, Лик Ван Ю сказал, для того, чтобы победить коррупцию, нужно посадить трех своих друзей. Волка все время напрягается. А что? Я ничего не сделал еще. Лик Ван Ю сказал, вы знаете, за что я не знаю. Значит, а когда руководство страны на самом деле будет жить по тем правилам, которые оно проводит, тогда все остальные придут в чувства. Когда вот Медведев, вы же видели в моем фильме, я его там снабдил, и вот статами про коррупцию. Он постоянно что-то говорит про коррупцию. Я вставил там 4 цитат, а нашли мы таких цитат, 44. Вот чувак целыми днями говорит про то, что коррупция должна стать неприлично, и все в правительстве, все в ФСБ, все в СМК, они знают, блин, про то, как чувак на свои благотворительные фонды заводит миллиарды. Поэтому никогда они не будут работать нормально. Они понимают, глядя на Медведева, что важно быть не коррумпированным и нечестным, а важно быть хитрым. Когда они будут знать, что в Кремле сидят люди, которые на самом деле всех посадят за коррупцию, они прыгнут в чувства. Я не являюсь националистом, но вопрос касается именно нашей республики. Вопрос касается нашей республики. У нас есть такой момент, что у нас навязывают татарский язык в школах детям, сокращают часы русского литературы. Как с этим быть? То есть именно русской литературы и русского языка сокращают, вводят татарский язык. Это такой вопрос. Да. Или же сделать выбор, чтобы родители голосовали. Я ничего не имею против татарского языка. Друзья мои, друзья мои, когда будете баллотироваться, вы организуйте между собой дебаты, пока можно мне ответить. Значит, первая вещь. Вчера я был в Уфе, и на пресс-конференцию пришли какие-то местные общественники. И они, значит, по очереди вставали и говорили, мы башкирские националисты, мы вас поддерживаем. Другие говорили, мы татарские националисты, мы вас поддерживаем. Третье сказали, мы русские националисты, мы вас поддерживаем. Потому что они все зажаты. И я им простую вещь обещаю. Они друг друга ненавидят, но я им обещаю простую вещь. Я им просто даю всем свободу баллотироваться и получать политическое представительство. Меня не пугают националисты никакие. Это первое. Второе. Что касается языка. Здесь спрашивают, здесь спрашивали в башкирии. Я тоже честно говорю, у меня нет ответа на этот вопрос Я не собираюсь прийти сюда, приехать из Москвы Я второй раз в жизни в Казани И вам задвинуть какую-то телегу, что я знаю, как решить этот реально деликатный вопрос Я не знаю Я надеюсь, что мы с вами вместе сможем сформулировать ответ на него Потому что будут постоянно спрашивать Пока честно говорю, у меня нет ответа на этот вопрос Возвращаясь к вопросу о радиологии Есть такая вещь, как закон о российской нации? Закон о российской нации, да Такой вопрос Вот Путин понижал, в принципе, эту идею Что вы думаете об этом? Ну, я думаю, что они жулики Ну, то есть, как и на все остальные вопросы Потому что закона о российской нации еще нет Но они уже создают министерство по проработке вопроса российской нации Ну, то есть, какая-то снова бредятина Придумали какую-то, я извиняюсь, херню И уже составят министерство и выделяют бюджетные деньги Значит, российская нация Русская, татарская, какая угодно Чувашская нация нуждается в одном В росте уровня жизни населения Грубо говоря, в деньгах Всем нужны деньги Вот до тех пор, пока в богатом регионе Зарплата будет там 500 долларов в месяц Русская нация и татарская нация будут прозябать Не нужно вообще заниматься этой фигней Они просто придумывают Вот они придумали, что бюст Николая Второго, блин, мироточил А потом на мнение населения Точно из этой же серии Вся вот эта вот фигня Про какие-то законы русской нации И при этом Они же абсолютно еще подвижны в сознании То есть, вот, например, меня они обзывают То националистом, фашистом То недобитым либералом Они то за русскую нацию То против русской нации То Путин говорит, что Значит, кто националист, то дурак Потом он говорит, я националист Вместе с Медведевым Они же это сказали То есть, это просто белый шум Забота о нации нужна И она проявляется в том, что Мы делаем так, что люди зарабатывают больше денег И живут достойно Вот и все Поэтому я... Да, пожалуйста Я потом повторю Я месяц назад читал в одном из интернет-ресурсах О том, что Рустам Нургалиевич поддержал выдержание вашей музыкатуры Президента России Рустам Нургалиевич, это? Да, президент Я так... Я хотел спросить, правда это или нет Окей, вопрос такой Я месяц назад читал, что Руслам Нургалиевич поддержал выдвижение вашей кандидатуры Считаете ли вы, что это правда? Нет Ну вот как, слушайте Значит, на пресс-конференцию сюда аккредитовалось Кто там даже, как это бы... Начальник департамента информполитики Начальник департамента информполитики Слушайте, но все губернаторы, от вашего Рустама Нургалиевича, заканчивая любым самым адским губернатором Они только ждут момента предать Путина единую Россию Они все сидят и вот просто постоянно просчитывают, как бы сахетшировать риски Как бы на самом деле понять, что там... Ну как бы, сказали с одной стороны его давить С другой стороны... Хрен его знать, что происходит Ну выпустили Ну выпустили Ну что тут, народ к ним на это идет Вовремя соскочить, короче Не понятно что Поэтому, ну конечно он меня не поддерживал Это... такого не было И опять же, сегодня вечером и завтра утром вы прочтете все местные газеты контролируемой власти И там будет написано, что приехал негодяй Республика против, играет на чувствах вкладчиков Но на самом деле, конечно, вся власть, она просто вот... Но они же понимают, что за ними никого Вот нам они выглядят стеной Но они, поскольку там они сидят, они знают, что никакой стены нет вообще И когда вот народ поймет, что царь, король голый Все это моментом рухнет Поэтому, конечно, они очень вот там чутко своими мордочками водят И пытаются понять, что происходит Извините, вот если вы изучали, то есть, ну знаете новейшую историю Татарстана Был здесь раньше такой товарищ, Сергей Петрович Шашулин Который заодно сначала был вроде шаймейским кланом Потом они рассорились, он два срока был депутатом Потом его посадили, вот он вышел, сейчас его здесь нет, он уехал И по Татарстану именно им было сделано И на просторах интернета она ходит, ее пытаются блокировать Его расследование и с номерами счетов, с номерами уголовных дел И там фигурирует не только там преступления экономического характера Совершенные вот кланом Шаймейла, допустим Я понял идею, вопрос Вот, то есть тяжкие преступления против жизни Это очень несколько десятков убийств и так далее Да Вы говорили, что читал ваш вчера один момент, там потерял сторонника Когда вы сказали, что вы готовы не преследовать Путина Да, да, да Да, и человек, ангел, я обзываю свою подпись, раз вы его собираетесь там оставить в покое, если он передаст власть Вопрос Как вы говорите, местные элиты сейчас мечутся Они вроде как и хотят предать Путина, а вроде бы и не знают Но будет ли в вашей политике вот этот момент, что простить грехи именно вот за такие тяжкие преступления? Во-первых, если они хотят получить какие-то заслуги за то, чтобы предатут Путина, пусть предают его скорее Время ограничено Но, конечно, это не может касаться тяжких преступлений Ну, если человек убийца, или если вы говорите, там, тяжкие преступления против личности, какая амнистия? Тогда все теряет смысл То есть, если мы, там, будем прощать кого-то по политическим мотивам Кого-то, кто, там, распилил человек и сложил его в багажник Ну, нет, тогда, конечно, да Чем мы отличаемся, зачем вообще мы к власти идем? Для того, чтобы такое поощрять Амнистию можно дать Путину Если он согласится на добровольный транзит власти Потому что это политическое решение Которое, ну, возможно, сохранит много чего в России Мы избежим противостояния серьезного Да, но, блин, просто амнистировать каких-то чуваков Которые просто из Единой России сняли значок Единой России и поставили Навальный Ну, зачем они нам нужны? Значит, они до конца будут бодаться Вот, мне не нужны они Понимаете, многие же партийцы пытаются переманивать единороссов Потому что у них нет кадрового резерва А зачем они мне они, когда у меня есть вы? Ну, и я есть у вас Вот такой вопрос Решение ЕСПЧ Вот оно Сможет ли положительное решение ЕСПЧ успеть как раз сроку президентскому? Я думаю, да Там не очень понятная процедура про решение ЕСПЧ Потому что, ну, мы же выиграли в ЕСПЧ А сейчас мы уже идем в Совет Министров И там, в общем-то, сроков нет И процедура не ясна Продолжение следует...